Сегодня я говорю от имени моего журналиста, потому что он практически сломлен жестокой и бесчеловечной травлей. В последнее время в Димитровграде нет других мнений, кроме мнения главы. Как в казарме, или строим, или никак. Когда-то свободный, интеллигентный город превратился в солдатскую казарму с жестокой дедовщиной. Давайте посмотрим, что происходит. Люди, которые имеют отличную точку зрения, свободные, талантливые, или просто не хотят в угоду чиновников приукрашивать или замалчивать факты безубости местной власти, подвергаются жестокой травле. Именно травле, я не побоюсь этого слова. Так, например, практически взошли из города вытолкали Сергея Колесникова и Викторию Газ. Это ребята, которые написали молодежный гимн Димитровграда, профессионалы, которых еще поискать надо. Похожая ситуация складывается сейчас и вокруг директора школы, которая не постеснялась придать огласке коррупционную схему городской власти. Стойкая женщина в течение года подвергается травле, настоящей травле, но держит оборону. Потому что хочет жить в родном городе и заниматься любимым делом. Но если все так и будут молчать, то и она станет жертвой мэрской дедовщины. А сколько осталось журналистов, кто честно и справедливо делает свою работу? Кого-то просто купили, а кого-то сломали и выжили из города. Портал Димград-24 почти с момента своего открытия был неудобен. Не идет на сделки совестью, не замазывает розовой краской бардак, преступную халатность и коррупцию. В каждом материале с критикой чиновники из городской администрации пытаются найти политическую подоплеку. Наш портал почти единственный, кто еще держится и имеет свою независимую позицию. Мы всегда на стороне жителей города. Ни купить, ни сломать нас не получилось. Сломать, наверное, скоро, конечно, получится. И журналисты наши будут вынуждены так же, как и все неугодные, уехать из Димитровграда. Сейчас на острие ножа наш коллега, журналист, в отношении которого звучит призыв АТУ. Да, он не встал под звуки гимна, что не является, кстати, преступлением. Но почему-то прикрываясь словами честь, совесть и патриотизм, Кимрана пытается обвинить во всех смертных грехах. А чиновник большого ранга, который позволил себе рукоприкладство, Пытается уйти от ответственности, уводя в сторону от своего низкого поступка святыми вещами. И самое страшное, что мы все не можем понять, что бить людей нельзя. А тем более тех, кто ниже тебя по званию и рангу. Не встать на гимн, да, это стыдно. Ударить человека не просто стыдно, это преступно. За это предусмотрено уголовное наказание. Но еще страшнее то, что люди запуганы настолько, что даже те, кто видел расправу над журналистом, Запуганы и предпочитают молчать. Удалены все высказывания свидетелей. Мы не можем получить записи с камер видеонаблюдения. Людей можно понять, конечно. Потому что страшно. Страшно остаться с такой властью один на один. Мы на себе испытали прессинг руководства города. Потому что легко можно лишиться последнего работы. А в маленьком городе, ну, конечно, это смертельно опасно. Но как мы не можем понять, что завтра они придут к нам, ко всем, И будут сами решать за нас, где нам жить, работать или нет, Получать по зубам или им можно сегодня остаться небитым. Зинград-24 на сегодняшний день одно из немногих городских СМИ, Которые никак не зависят от администрации города и городского бюджета. Мы можем себе позволить выдавать информацию, которая соответствует действительности, А не подстраиваться под желание того или иного чиновника приукрасить или замолчать ту или иную ситуацию. Качество дорог, проблемы с расширением кладбища, Бардака в работе некоторых управляющих компаний, И беззубость власти в решении проблем рядовых жителей, А также на целевое использование средств из городского бюджета. Обо всем этом мы писали и рассказывали. Сегодня это Кимран, а завтра кто? Не угоден по морде, и неважно какой силы удара, Это прежде всего унижение и насилие над личностью. А мы, между прочим, живем в правовом государстве, Где подобное является нарушением закона. И об этом уже заявили правозащитники, журналисты и общественники. Мое мнение, что это недопустимо по отношению к обычному человеку. И это вдвойне вопиюще по отношению к журналистам. Сейчас мы ждем результатов проверки правоохранительных органов. И мне кажется, что именно это расставит все точки над «и». К сожалению, процесс затягивается из-за того, что нет свидетельских показаний. Точнее, они были. Демитровградцы в соцсетях писали, что видели, как глава города ударил парня, Который не встал под гимн Россия. По сравнению с течением обстоятельств сейчас этих комментариев нет. Люди, которые заявляли, что велась съемка с квадрокоптера, теперь молчат об этом факте. А в момент происшествия рядом с Кичимайкиным и Кашаевым были люди. Ну, например, помощник главы города Афанасьев и депутат Гордумы Жан Кузьмина. Расскажут ли они правду о данном случае? Ну, вот лично я не уверена. Но мы пойдем до конца. Пока нас, наверное, окончательно не сломают, нам терять нечего, кроме своего честного имени. Мы очень просим, пожалуйста, не молчите. Кимран готов пройти проверку на полиграфию. Пожалуйста, не лишайте себя права голоса добровольно. Нам очень нужна сейчас ваша помощь. Кто видел эту некрасивую сцену унижения журналиста, который честно работал, защищал право горожан на свободу слова. Субтитры создавал DimaTorzok